А мы прервались на том, что на предложении к нашей героине, бывшей инокине православного монастыря Ладия, написать книгу о своем опыте монастырской жизни, что туда привело, как эта жизнь пошла из этого ада. И я сказал о том, что, конечно, печатное слово очень сильно отличается от устного слова. Это отдельный жанр. И я думаю, что вам, Лада, подвластны, посильны все жанры. И устный петель. Так что думайте об этом, подумайте. Ну а сейчас переходим к теме священников. Поговорим о священниках. Как мы заявляли уже в каком-то ролике, что священники бывают разные, и газообразные, и сегодня приятные и неблагообразные. И сегодня вот Лада, мастер классификаций, такого научного подхода ко всему, расскажет нам интересную классификацию. Это не классификация. Я поняла для себя, что сейчас будет более глубинный разбор этого феномена вообще. Что это такое, и с чем его едят, и почему люди так привязываются к ним, почему люди верят им, почему люди вообще связываются с ними и доверяют им свои тайны. Я просто вздумалась об этом. Именно не с точки зрения бытовой или социальной, а вот именно с точки зрения такой вот психологической. Мне неинтересен как бы вот этот момент, когда говорят, что вот священники, там папы ездят на Мерседесах, живут на широкую ногу. Ну, ребят, сказки про жирующих священников, это, ну, я не воспринимаю их всерьез, потому что я видела священников, и таких большинство, сельских священников, честных священников, и в городских храмах. Очень честные батюшки служат, живут средне или в бедности чаще всего, но как-то они вот с радостью несут вот эти все лишения, что меня интересует. Лада, вопрос. Эти все лишения, какие лишения у этих бедных батюшек? Чем они отличаются, вот их бедность от бедности, там, безработных, например, да, или там... Я не знаю, я не желаю священника, и мне неинтересно ковыряться в их доходах. Я просто сказала, что лишения. Какие лишения? Да, то, что священник, он одновременно и духовник своего прихода, и администратор, и организатор, и, я не знаю, и психолог. У него столько ролей одновременно. На все это священнику, конечно, нужно много энергии, много сил, чтобы удержать приход. У них весьма специфический труд, многоплановый, многомерный. Поэтому я считаю, что в их труде много, во многом они неудовлетворены сами в своих потребностях. Элементарно где-то отдохнуть, где-то уделить время там себе, своему здоровью. Я вот про эти лишения говорю. Чаще всего священники служат бескорыстно, честно. Есть, конечно, персонажи, которые пользуются своим служебным положением, и я таких видела. Но это... Ну, значит, бескорыстно служат и честно. Что значит честно в случае священника? Честно в случае священника? Честно относятся к своим обязанностям священническим. Искренне молятся во время службы. К своему актерскому долгу. Я не скажу, что там актерский долг. Ну, где-то, может быть, у кого-то есть, но молитва... Чаще всего, чаще всего священник во время службы молится и в алтаре, и во время исповеди он и за прихожанина молится, которые ему исповедуются. То есть человек находится в постоянной молитве, особенно во время богослужения. Честная жизнь – это постоянная молитва. Не только постоянная молитва, это духовное своё преуспеяние. Это у каждого своё, как человек идёт по духовным своим лестницам. То есть человек ведёт духовную жизнь, человек молится. Я не знаю, я не могу рассуждать о священнической жизни, я не была священником. А как человек со стороны, да, и человек, который видел их услужение, труд, то я могу вот именно вот со стороны сказать. Изнутри я эту жизнь не знаю. Поэтому не в моей компетенции говорить что-то там честно, у них нечестно. Но если человек искренне молится, рядом с ним очень тёплая, объективно благостная создаётся атмосфера. Его, в его поле тебе спокойно и хорошо. Вот плоды молитвы. То есть когда человек, в случае священников, честность – это когда человек искренне обманывается сам и обманывает других. Относительно спасения, относительно любви Бога, относительно посмертного воздаяния и прочего. Видимо, да. Я считаю, что это вот не столько обман, сколько сознательный выбор, в какой парадигме жить. Вот выбрал человек служение этому Богу. А у этого Бога ад – рай. Мучение на земле – мучение за гробом. Вот и живёт человек в этой парадигме, верит в неё. И как бы проповедует это другим. Тут как бы это его выбор. Ну да, вот так человек так выбрал. Я выбираю другое. Я не верю, что мы должны корёжиться тут от страданий на земле, умирать, корёжиться где-то в аду. Или чтобы не оказаться в аду после смерти, чтобы нас тут корёжило всю жизнь от страданий, чтобы рай заслужить. То есть для меня это парадигма неприемлема. Но люди так выбирают. То есть когда человек не развивается, не занимается поиском истины, не живёт своей жизнью, вот в этом самообмане пребывает. Это честный самообман. А что такое бескорыстный священник? Я не могу сказать, что такое бескорыстный священник. У меня в парадигме такого нет. Ну как бы я сказала, у них бескорыстное служение. У них есть много бескорыстных поступков. То есть батюшка, он много чем занимается. Он может помогать прихожанам. То есть мне вот сейчас, в данный момент, неинтересно, что делает священник хорошего или что он делает плохого и как он заблуждается. Мать Тереза была тоже очень бескорыстной, как мы знаем, но она была при этом очень богатой. Она огромное количество денег собрала просто на её счетах. Мне, честно, не хочется сейчас мыть кости священству в силу того, что я священником не была. У меня нет в этом никакой компетенции. И говорить о том, что они там... Ну, люди сделали такой выбор. Вы знаете, священники меня не обижали. Ну, там за редким исключением было два случая, но это были как раз те священники, которые недостойны своего сана. Вот от священников я не слышала и не испытывала страданий, в отличие от игуменей и каких-то старших сестер. И вот от священников я зла почти вот не видела. А как вас обижали вот эти несколько случаев? Что это было? Я не буду это рассказывать, потому что это будет как-то вот... Ну, было дело и было. Я же не ребенок, который пришел и жалуется. «Ой, меня батюшка обидел, люди добрые, давайте посострадайте мне». Ну, это как-то совсем. Понимаете, я тут рассказываю это не для того, чтобы стянуть на себя внимание людей, чтобы тут мне сострадали и со мной носились, как с писаной торбой. Я это рассказываю для того, чтобы люди сами не вляпались. И вот что я хотела рассказать насчет священства. Я не могу к этому феномену относиться однозначно, что это однозначно плохо или что это однозначно что-то святое. То есть это два таких крайних полюса, но священство, оно вот где-то посередине. Это не так уж плохо, как может показаться, но и не так уж свято, как многим кажется. На самом деле священники – главная мысль, главный инсайт, который меня посетил. Я смотрела лекцию одного психолога. И вот во время этой лекции я просто… Меня прямо осенило насчет того, что почему люди доверяют священникам, почему они с батюшкой советуются. Ну ладно, он их наставляет в духовной жизни. Но почему люди советуются с батюшкой насчет переездов, насчет жениться-не жениться, насчет покупать квартиру-не покупать, насчет вообще всей своей бытовой жизни. Почему священники для верующих людей становятся какими-то значенными фигурами, без совета и позволения которых люди не могут сделать шаг. Потому что священник, он выполняет такую родительскую функцию по отношению к адептам. Понимаете, что люди, приходящие в церковь, это же психологически незрелые люди. Там же ребенок. По сути, ребенок во взрослом теле, который ищет безопасности, который ищет поддержки, который ищет наставления, потому что большинство верующих, мало того, что они сами незрелые и не могут принимать решения, но они еще и вера их учит. Не верь себе, спрашивай совета у старших. То есть мало того, что мы сами инфантильны, у нас еще вот эта вот религиозная концепция, она нас еще погружает еще глубже в этот инфантилизм. Мы регрессируем. Психика человека, она и так незрелая, травмированная. А в церкви она еще больше регрессирует и разрушается. Человек инфантилизируется вообще в конец. Он без благословения не может сделать шага. По сути, без разрешения. Так ведь это отношение родителя и ребенка. Почему батюшки так значимы для того, чтобы церковь вообще существовала? Потому что держать стадо можно только вот в такой вот, с такой вот родительской позиции, когда со священником советуются, когда каждый шаг, когда он знает о человеке все. Покупать квартиру, не покупать ее. Выдавать дочку замуж или не выдавать. Идти учиться или не идти учиться. Эти вопросы не духовные вообще. Эти вопросы должны оставаться за рамками храма. Но люди тащат и приносят их в поле взаимодействия со священником. И священник становится значимой родительской фигурой. Происходит перенос. А потом вот эта вот вся история про фанатов и про вот эти культы, культ личности батюшки. «Батюшка, батюшка, отец ты наш заступник». Вот этот весь инфантилизм, он в церкви просто вот такой вот пышным цветом цветет. Почему фигуры священников так важны? Почему на священников держится церковь? Во-первых, священники выполняют некую такую родительскую роль. А во-вторых, и тут самое главное, люди сами, верующие люди, инфантилизируются, либо уже инфантильны, когда приходят в храм. Концепция религиозная устроена так, чтобы человек отсекал свою волю, отсекал свое плотское мудрование, переставал думать, вообще отключал здравый смысл, начинал советоваться с духовником. И в итоге психика инфантилизируется, человек становится рабом, детем, чадом, чадом Божьим, чадом конкретного батюшки. То есть вот эти игры детсадовские в рамках церкви, они вот продолжаются. Детский сад, ну, понимаете, самый настоящий детский сад в скрытом виде. Только тут кадила, кресты, иконы, распятия, рясы, платочки. Тот же самый детский сад. Дети, родители, пастухи, стадо. Но ведь дело в том, что вообще священство — это я... Вот в этом, конечно, я, как ни странно, вот как ни странно, я к священникам отношусь очень хорошо, потому что многие из них спасли огромное количество людей от беды, от самоубийства, от наркомании. Я не буду обесценивать заслуги этих людей. Я не имею права просто огульно тут их хаять. Не имею права. Понимаете? Как ни странно. Как ни странно, вот вроде бы антирелигиозное у нас такое направление, но я не могу обесценить заслуги этих людей, особенно в 90-е годы. Просто, Анти, вот я хочу сказать, Лада, что мы ведь не боремся ни с чем. Мы просто... Вы делитесь своим опытом. Вы рассказываете о том, что с вами случилось. Какой вы сделали выбор, сознательно или бессознательно, и о последствиях своего выбора. Вот и все. То, что в церкви это произошло, это могло произойти где угодно. Насилие, то, о чем вы говорите, происходит везде. И в церкви, и на работе, и дома, и в семье, и где хотите. Вот и все. То, что здесь религия поучаствовала, ну, потому что, ну, вот так случилось. Вот и все. Мы не боремся, ведь мы же не боремся ни с чем. Ведь мы просто рассказываем о том, что и о своем жизненном опыте, о нашем взгляде. Мы рассказываем свои истории, свою историю. Что это было с нами. Вот это и интересно. И что способствовало нашему становлению, здравлению, да, развитию, личностному росту, взрослению и так далее. Вот. Поэтому не бывает, конечно, ничего с одним знаком. Да. И священники, видимо, есть тоже и отпетые, да, мошенники и конченые люди, и все их знают. Но есть и люди, которые, в общем, приносят пользу по-другим. И как-то заботятся. И те же сестры, да, вот там, вот вы рассказывали, была сестра, которая там помогала бомжам. Ну, на бомжей вообще всем наплевать. И нашлась такая женщина, которая поддерживала, ну, прекрасно, здорово. Мы за то, чтобы говорить правду просто. Правду. Так, как оно есть на самом деле. Да, без флера всякого религиозного, без этой мифологии. Вот, говорить о реальности. Что происходит в реальности. Вот и все. Продолжайте, Лада. Мы, да, вот, давайте о священниках сегодня. Тема. Вы выбрали ее в вашу. Вы знаете, я просто, почему начала вот этот вот момент, что я не буду их огульно обвинять. Это адресовано тем людям, неверующим, далеким от церкви, далеким от религии, которые привыкли к этим байкам о зажравшихся корыстных попах. Понимаете? Вот это точно миф. Это вот я адресовала тем людям, которые почему-то вбили себе в голову, что все попы плохие, корыстные, богатые, им только нужны деньги. Нет, не все. Вот нет, вообще не все. Вот. Меня, знаете, я сейчас расскажу историю, ну, просто не история, просто эпизод у меня, не у меня, а у моих родителей была знакомая. Но эта знакомая, я-то сейчас понимаю, что раз человек бегал, сплетничал, ужасно относился к собственным детям, сжил своего мужа со святым, и много-много от ее языка людей стреляло, так вот она сама по себе не очень нравственный человек, но вот почему-то она очень любила местного батюшку нашего, вот, кстати, очень достойный священник. Она его, на него лила такую грязь, такие небылицы сочиняла, что вплоть до того, что он блудил, что он там с блудницами, блудил его, видели его там, просто видели, кто-то где-то когда-то видел, и вот она вот эти сплетни разносила. Ну, то есть надо понимать, что все, кто вот сочиняет такие небылицы там, всегда понимаете, что если человек огульно льет грязь на кого-то, то, скорее всего, он рассказывает не о реальности, он рассказывает о своей внутренней грязи или о самом себе, по сути. Поэтому такие явные трэшовые вещи, о том, что они там все блудят, в золоте купаются, все у них там в Мерседесах, я не знаю, золотые унитазы. Ребят, ну, давайте как-то в реальность посмотрим. Все не так просто, не так однозначно. И священники – это, ну, как бы я тоже понимаю, что люди ошибаются, но каждый человек, вот какой он путь выбрал, такой он путь выбрал. Другое дело, что люди делают из них культ. Вот в чем опасность, что батюшка такой же человек, как и вы. просто у священника задача вот выполнять некое такое, вот знаете, что вот рядом, вот когда вы приходите в храм, священник – это некое такое, знак того, что какое-то присутствие Бога вот здесь, вот в этой земной реальности. От батюшек совершенно особенная исходит какая-то сила от благочестивых священников. Там чувствуется, что человек, от человека исходит что-то такое очень светлое и теплое. И я не буду это отрицать, я об этом буду говорить. Другое дело, что люди вот этих вот священников, которые просто призваны нам показывать, или не нам, а вообще людям в церкви, показывать присутствие Бога здесь в этой земной реальности. Тоже вот на исповеди. Он же как свидетель, исповедь слушает Господь. Вот. Но люди превращают его в своего, я не знаю, психотерапевта, слугу, няньку. Просто вы этим телескопом орехи колете. Вы понимаете, почему, когда появилась психология, многие интеллигенты, думающие люди, заговорили о том, что психолог, психотерапевт, он взял на себя, короче, он как конкурент священнику, по сути. Почему многих отвернуло от церкви, когда появилась психология, психоанализ. Потому что нету уже, нету, понимаете, это действительно очень важно. и человек, неважно, это священник или это психотерапевт, это тот, кто вас выслушает, тот, кто вас поймет и поддержит. И тот, рядом с которым вы исцелитесь. Просто психотерапевт делает это профессионально и на научной основе, а священник это делает какими-то своими методами, но я не скажу, что религиозные методы эффективны в лечении психотравмы. Это точно. Это точно. Уж если вы хотите исцелиться от психотравм и быть счастливыми, то лучше идите к психотерапевту. Лада, вам нужно решить все-таки, исцеляют священники или нет. И если они исцеляют и творят чудеса, почему их нет в больницах, в отделениях, там, где люди страдают. Потом, что такое благочестивый священник? Что от них исходит? Может быть, это просто вот так называемая... Не будем рассусоливать. Я в этом интереса вообще нет. Какой благочестивый? Нет интереса. Я просто скажу, может быть, это просто у человека харизма, либо в церкви очень жесткая иерархия. Это система власти и подчинения. И там священник начальник. И он это чувствует. И как любой начальник, он идет с высоко поднятой головой, с расправленной спиной. Он знает, что он имеет дело с подчиненными, с людьми, которыми он управляет. Посмотрите на любого политика избранного. избранничества. Вот идея избранничества. Потому что, когда он приходит, его принимают как посредника между Богом и человеками. Правильно. Его делают таким. И он в своих собственных глазах тоже вырастает. Когда его обожают и окружают вот этим, вот этой, ну, может быть, восхищением, скажем так. Я просто вспоминаю свой опыт общения с одним митрополитом. Митрополитом. Я писал об этом давно, но я не помню, сколько я с ним общался, полчаса или час. Но я ушел оттуда. Вот я погрузился в атмосферу тупоумия. Тупоумия. Вот когда я с ним пообщался. Он жил в шикарных условиях. отреставрированная резиденция. Она была сделана, по-моему, не помню, для какого патриарха, то ли для Алексия Второго, то ли для Кирилла. Может быть, для Алексия сначала. Вот он там жил. О нем, конечно, церковь вся его воспевала. Все восхищались им. Он меня пригласил. Был такой эпизод к себе. Я с ним пообщался. Так вот, тупее человека я не встречал в своей жизни. Это была атмосфера тупом. Он был старый уже. И он не стеснялся, кстати, говорить о том, что он работал на КГБ нормально, что его в Швейцарию отправила эта организация и так далее. Ну, вот, у меня такой опыт. Так что, ну, я думаю, что люди, религиозные верующие, видели в нем, вот, в этом облачении. Давайте не будем забывать, что они вот этот спектакль весь устраивают, да, когда приходят в церковь на службу, причем люди-то туда приходят с ожиданиями определенными, да, праздник великий, ведь какие эпитеты, великий, там, священный, еще какой праздник, да, и вот в облачении, в золотом, кадят и все прочее, ну, как на них будут смотреть, да, то есть люди уже подготовленные к восприятию этого человека как, ну, как какого-то такого необыкновенного, да, божественный статус, да, божественный статус, да, при том, что он сам по себе это ничтожество просто, но он играет эту роль, как играет роль политики, которых я тоже знаю некоторых лично, да, вот просто кретины, но они играют роль, занимают самое высокое положение в обществе, вот эти маски надевают, и люди их воспринимают, их статусы, а без статусов они ничто, ничто и никто из ватника, вот, вот о чем идет речь, поэтому благочестивый батюшка, вот что за этим за всем скрывается, за этим фасадом гнилье, просто гнилье, но вы расскажите, это мой опыт жизненный, мой жизненный опыт, я знал священника диссидента одного, да, который там в советских тюрьмах время провел, у меня есть с ним интриум, кстати говоря, на канале, вот, но речь не об этом, расскажите о своем опыте, давайте классификацию дадим, все-таки мы об этом объявили священников, какие они? разные, разные, есть, вы знаете, можно просто не классифицировать их как священников, а классифицировать их как обычных людей, ведь это такие же люди, как и мы с вами, просто наделенные властью, духовной властью, а духовная власть и авторитет, она намного сильнее, даже чем светская власть иногда во многих вопросах, поэтому тут вот просто и классифицировать, какой человек, такой из него и священник получается, ведь туда идут все, кому хочется, туда идут и не совсем честные, часто очень корыстные люди, которые стремятся к власти, ведь как и в учительскую профессию, вы знаете, так же идут и в священствах, они хотят власти, огромное количество нарциссических таких личностей, именно среди врачей, учителей и во властных структурах, среди силовиков, среди силовых структур, ну и конечно же они идут в церковь, потому что там им возможно перепадет жирный кусок власти, но это люди нарушенные, которые пользуются своим статусом и обманывают наивных людей, но есть часть людей, часть священников и у меня ощущение из моего опыта, что таких все-таки большинство, что это люди искренне, искренне находящиеся в своей религиозной концепции, которые служат их богу, исповедуют прихожан и ведут какую-то такую христианскую жизнь. Это зомби, это зомби, которые приспосабливаются и которые просто убивают свою жизнь и свое время. Почитай, я зрителям рекомендую почитать книгу Бертана Рассела «Почему я не христианин». Очень полезно. Мертвое требует в себя вложений. Живое существует из себя. Вот правильно, мертвое. Я общался с попом этим, это мертвичина, он духовно мертвый, все, это вампир, такой токс, токсичный человек. Помимо того, что он старый уже был, так он вот и еще страшно быть старым и страшно быть глупым при этом. Вот это вот все в нем сочеталось. И подлым, страшно быть подлым, потому что то, что произошло после этого разговора, это совершенно другая история уже. Но вот подлость это, это тоже в них есть, к сожалению. Есть, Матин, я слышала, я сама не была свидетелем, но я слышала от монахинь, которые лет 30 уже в монашестве, которые имели дело и с владыками, и с иерархами, и со священством, которые очень долго в церкви находятся, крутятся в этих кругах. Одна монахиня мне говорила, что никогда они не идеализируют ни иерархов, ни священства. Это такие же люди, с такими же пороками, как и все остальные. У них нет ничего сверх такого. И вы знаете, на самом деле, интересно, как сказал один психотерапевт, Игорь Погодин, у него есть тоже свой канал, я его слушала, он сказал, у него есть ролик, а есть ли Бог? И вот он говорит о том, что любые концепции, они заслоняют нас от жизни, все концепции, это мертвичина, вот как вы говорите, мертвичина. Вообще все концепции это мертвое, мертвое явление. Вот религиозная концепция, это самая настоящая мертвичина, там нет живого Бога, там нет. И он говорит, чем больше вы погружаетесь в свои вот эти концепции и выполнение всех правил, всех предписаний, тем тем дальше вы отдаляетесь от настоящей живой жизни реальности и Бога внутри вас. То есть это мы видим на примере многих людей, которые называют себя верующими. Для них важнее соблюсти пост, соблюсти все правила предписания, но самые главные заповеди о любви они никогда не выполняют. и внутри они мертвые. Почему они мертвые? Они еще и обозленные. Я сейчас просто говорю о религиозных всяких таких фанатиков. Они мертвые еще и обозленные. Все хотят сделать подобное себе. Это как гниение, как процесс гниения в куски колбасы, который просто захватывает новые части этого продукта. То гниение хочет распространиться на все вокруг. Так и эти люди хотят свою концепцию, свои концепции религиозных заразить всех вокруг. Я мертвый, я сейчас буду проповедовать Христа якобы, и все вокруг тоже станут мертвыми. Рано или поздно ни одна религиозная концепция не приведет к Богу, она отдалит от Бога. Бог внутри нас, внутри каждого из нас. Бога никогда не надо искать вовне. Меня вот спросили, есть ли Иисус Христос. Мне все равно. Честно, я себе таких вопросов не задаю. Бога надо искать не вовне, не в каких-то книгах. Может быть, Бог это Будда, может быть, Бог это Аллах, а какая религия истинная. Да неважно, это все внешние источники, это концепции, которые мертвые. Вы посмотрите не только на православных христиан и католиков, посмотрите на мусульманский мир. Посмотрите, что там. Просто подумайте, я это озвучивать не буду. Самое интересное, вы не будете озвучивать, а что там? Там еще более жесткие религиозные концепции, там еще более жесткая религиозная нетерпимость к неверующим. И там мусульмане, они более серьезно и более отчаянно охраняют и борются за свои концепции. Они будут, если бы это был, если бы мы обличали с вами не православие, а мусульманство, я думаю, что меня бы, на меня бы мусульмане объявили облаву, они бы меня где-нибудь у подъезда караулили и угрожали бы ножом. Ну, у нас есть ролики, мы дали возможность, я дал возможность другим людям обличить ислам, и у нас есть ролики на эту тему на русском и на английском языке, так что любая религиозная пропаганда встречает на нашем канале сопротивление и мы стараемся распознавать неправду и предстоящему атизму. Я не против того, чтобы человек верил во что хотел, но когда для человека его религиозная концепция становится важнее, чем сам Бог и его первая заповедь о любви все пиши пропало. Бог от него удаляется и человек от Бога удаляется. Если вернуться к священникам, к священникам, да, то что еще о них можно сказать? Что бы вы еще добавили к тому, что вы сказали? Что на них в принципе держится по большей части институт церкви, потому что в основном они держат стадо церковное, они исповедуют, они окормляют это стадо, они индоктринируют вновь пришедших, потому что они побуждают людей читать духовную литературу вот эту вот всю православную, о том, что надо страдать, не знаю, что там терпеть, то есть вся вот эта вот индоктринация, когда человек приходит в православный храм, она начинается именно со слов священника на исповеди, с его наставлений. Я, конечно, тут сказала, что священники это не такое адское зло, но и не такое ангельское добро, но благодаря им идет приток адептов в церковь, и они остаются, и они там индоктринируются, погружаются вот в эти религиозные все концепции, начинают соблюдать ритуалы, то есть священники это работники вот этого, вот этой религиозной организации, это самые главные работники, по большей части на них все держат, потому что на них держится, они держат паству в подчинении, а вот остальная иерархия, они как бы существуют именно благодаря тому, что есть паства, есть с кого убрать ресурсы, мне как-то вот неинтересно о том, что кто-то на ком-то наживается, люди отдают свои средства добровольно в церковь, во многом благодаря священникам, во многом, но у священников вообще изначально, по моему ощущению, больше такая функция была изначально заложена, чтобы человек, вот этот данный конкретный человек, неважно, даже священнику умирает, он должен присутствие Бога для каждого из прихожан в себе носить, то есть быть таким даже непосредником, вот вы понимаете теперь, почему возникла психотерапия, психология, потому что религия, она перестала справляться, потому что религия, это тесные, узкие рамки концептуальные, она никогда не справлялась, начнем с этого религия, а потом, вот, я думаю, что про священников я что-то хотел сказать, сейчас у меня вылетело из головы, а у нас одна зрительница писала, я вспомню потом, у нас одна зрительница, которая проработала в храме много лет писала о своем опыте, в комментариях рассказывала, что какие красавцы-священники там в хоре пели, и говорила о том, что это, ну, как бы эротические фантазии любой женщины, воплощенные в реальность, вот, в их лицах, такие красавцы все поют, и туда стекались бабки, бабки, да, в смысле денег, и в смысле пасты, и женщины, вот, вы что-то такое замечали, чем, чем берут священники, и вот еще один случай, еще одна зрительница наша рассказала, что был хороший батюшка, все к нему шли, храм действовал, да, церковь там действовала, он ушел, заменили батюшку, все, перестали туда ходить, вот, чем берут священники? я уже об этом сказала, люди инфантильны, и они ищут себе родительскую фигуру, чтобы их кто-то наставлял, направлял, потому что человек, который инфантилен и незрел, который сам не может принимать решения, у которого там незакрытые какие-то потребности, детские травмы, вместо того, чтобы взять ответственность, найти хорошего психотерапевта, и разобраться со всем этим, пойти в эту боль исцеляющую, ну, вы как психолог понимаете, что любая психотерапия это такой опыт проживания, это такая исцеляющая боль, боль, которая исцеляет нас, то есть мы погружаемся в свои травмы, и мы выходим оттуда обновленными, исцеленными, как птица феникса возрождаемся, вот то страдание, в которое стоит идти, оно вас исцелит в психотерапии, единственная боль, на которую можно пойти осознанно, при условии, что вы к этому готовы, если вы чувствуете, что вы это выдержите, при условии, что у вас будет адекватный хороший терапевт, которому вы доверяете. Так, насчет страдания, я хочу сказать, что в психотерапии они заканчиваются, страдания как раз люди получают облегчение и свои инсайты, во время терапии мы идем в травму, проживаем этот болевой опыт и через это идет исцеление и этот вопрос закрывается навсегда. боли, страданий больше не будет. Но чтобы это закрыть, нужно снова пойти туда. Оно, конечно, не будет проживаться так остро, как в детстве или когда вас ранили, но все равно это момент такого обострения, потому что для того, чтобы что-то исцелить, нужно это обострить. Это, как знаете, хроническая инфекция в организм, например, хроническое воспаление. Чтобы его пролечить, его нужно вывести в, как это называется, не хроническое, а острое, обострить. И тогда в обостренной форме воспаление можно пролечить. Как делают с некоторыми болезнями. Потому что когда болезнь переходит в хроническую скрытую форму, она гробит организм, но она незаметна. Для того, чтобы ее исцелить, нужно поднять, обострить и забахать антибиотиками. Тогда это все пройдет. Но это, конечно, болезненный процесс. Так происходит. Ну, не совсем так, но вообще принцип психотерапии все-таки, наверное, то, что мы погружаемся, проживем. Вот в эту боль можно идти, и я думаю, она исцелит. Но то страдание, которому призывает православная церковь, что нужно кровищи не стекать, долбаясь об каждый косяк, искать себе страданий, ждать, не принимать печати Антихриста, искать конец света, искать пострадать. Это не те страдания, которые вас одухотворят, это не те страдания, которые принесут вам духовность, очищение и счастье. Церковь, она сбивает ориентир людей, она сбивает, она сбивает человека вообще напрочь. И в этом, конечно, хорошее такое участие принимает священство, оно само заблуждается. Само, конечно, оно заблуждается. Вместо того, чтобы идти к психотерапевту, человек идет в церковь. И если он у психотерапевта исцелится за год или полгода, то в церкви он пробудет 10-20 лет и ни одна его травма не исцелится. Он еще больше травмируется, он еще больше инфантилизируется и деградирует психологически и выйдет оттуда просто психологически очень-очень подорванным, может быть, ресурсным. Поэтому я считаю, вот, Максим, вы, кстати, правильно сказали, я тоже все-таки считаю, что священники, они сами ошибаются, сами заблуждаются и других ведут вот в эти заблуждения. Я уже не говорю о тех, кто действительно творит непонятно что, потому что я слышала, что священникам, конечно, ничто человеческое не чуждо, вплоть до грехов блудных и противоестественных, таких как гомосексуальность, но не среди священников обычных, а среди каких-нибудь там иерархов есть даже в православии. Я знаю, что католичество этим болеет. А что вы об этом знаете? Вам кто-то что-то рассказывал или вы это по каким-то слухам или по статьям, по публикациям? мне рассказывала одна монахиня старая, она сама была свидетелем того, что молодые я не помню то ли что-то семинарии, то ли это семинаристы были но от последнего курса, у которых были вот эти вот мужеложества, грех мужеложества. И он пошел на исповедь к старцу и не сказал об этом грехе. откуда она это знала я не знаю. Может быть это слух, может быть еще что-то, но это всячески замалчивается, это всячески как-то так спускается на тормоза. Может быть есть такое явление. Понимаете, общество вот говорят там ой у нас общество больное. Это же такие же люди как и мы. И там конечно же среди представляете куда человек с ориентацией нетрадиционной, где ему будет классно. Конечно же среди тех, кому у него идет сексуальное влечение. Если мужчина или парень чувствует свою гомосексуальность, он ему очень даже зайдет учиться в семинарии среди молодых красивых юношей. Ну они куда идут эти все? Они же идут туда, где у них больше возможностей как-то реализовать свои проблемы. Познакомиться. Я не говорю о том, да, познакомиться. Понимаете, для них же это большая проблема познакомиться, не спалиться. Но я не говорю, что там все такие. То есть я говорю о том, что это встречается повсеместно и в церкви это тоже встречается. Не так часто, конечно, как в миру, но тоже встречается. То есть если общество так вот у нас так вот мужчин травмирует и женщин и мужчин, поэтому церковь она только отражает эти свои общества. ее отношение к религии такое, что вот есть знаменитая фраза, что религия возникла тогда, когда первый мошенник встретил первого дурака. Я считаю, что это форма обмана и как раз форма паразитирования на доверии людей, на их страхах, чувстве вины и так на недолюбленности, на инфантильности, на то, на том, что вот на потребности в общении может быть тоже, да, потому что выслушаю, да, вот поиск, короче, поиск любви, опять же, и все об этом говорят, и вы ладо говорите, и там да, какие, вот. Ну, знаете, меня все равно, я могу, вот хочу сказать, что, да, я верю вот в эти религиозные концепции, для меня, что ислам, что христианство, что вот эти все еще какие-то сектантские культы, это все ложные концепции, мертвые, но я отделяю вот эти концепции от живых людей, я говорю, что среди священников довольно много достойных людей, добрых людей, искренних, которые искренне верят вот в это все, и это их выбор, как бы, вот я так. Каждый выживает, они просто нашли свою нишу, и, конечно, я, это способ выжить, это способ найти себе работу, занятия, быть востребованным, быть в центре внимания, это тоже требует определенных, ну, вот, в общем, это, это работа такая, это такая работа, и способ выживания, выживания. Я считаю, что сам вот этот культ личности, там, не важно, батюшка это или матушка, оно основывается все-таки на том, что адепты сами по себе инфантильны, они не думают сами, у них нет своего мнения, они все спрашивают батюшку, батюшка, а что вы про это скажете, что вы про это скажете, что вот про это скажете, то есть люди вообще отучаются думать, отучаются, церковь, она отшибает к чертям, вообще, говорю так резко, отшибает вообще умение думать, критическое мышление, умение отстаивать свои границы, ну, и вообще инфантилизирует людей, ну, и, конечно же, подчиняют, конечно же, духовное рабство, духовное рабство, люди просто вот такая выученная беспомощность, вот они приходят, ничего сами решать не могут, взять ответственность на себя не могут, переложить на батюшку, они ведь не думают, что батюшка или там, кто там этот был-то, старец не ум, да, он сказал, но последствия-то выбора, за последствия вашего выбора, он же не отвечает, отвечать-то будете вы, если он вам сказал, ну вот, выходи замуж за этого, за того, кого не любишь и с психическими отклонениями, ну, так пожинай плоды потом, вот, и вот эти люди просто много на себя берут, сейчас слишком много дали церкви, конечно, власти, и абсолютно неподконтрольное, творят, что хотят, и, конечно, вот в этом состоянии вседозволенности, да, происходят такие чудовищные вещи, о которых очень ярко и рассказывают понимаете, если, если, я говорю, это еще раз, ответственность каждого из нас, отдаем ли мы свою жизнь в руки каких-то религиозных концепций, или берем ответственность сами за свою жизнь, но для этого надо повзрослеть. Так, Лада, люди не живут вообще своей жизнью, у них нет времени для общения, ведь в школу родители отдают детей в школу, кому вы отдаете родители, сейчас к вам обращаюсь, кому вы отдаете детей, чему ваших детей там будут учить, какое безразличие, да, не доводить дело до конца, приспособленчество, конформизм и так далее, потом отдают в армию детей своих, когда их уже там ампутируют ноги, руки, там, органы половые, мать за голову берется, как же так, что вы сделали с моим сыном, это раньше было, отдавало его туда, в эту армию, и так далее, в церковь идут, тоже ни при чем, понимаете, люди бегут от этой ответственности, они боятся ее, и отдают ее тем, кто принимает вот этот вид каких-то умных, важных людей, еще про ум это вопрос тоже большой, насчет того, как дураки становятся умными, а не является ли этот ум продолжением их глупости просто-напросто, и вот все это обстряпывается, вот эти мудрецы, как их называют, старцы, якобы, которые претендуют на обладание истины, истины, а какие советы-то даются, понимаете, вот это страх жизни, страх жизни просто, недоверие себе, формируемое с детства, не доверять себе, я плохой, да, вот то, о чем мы говорили с вами, когда насилие детское, семейное в детстве, да, ребенок себя не любит, и перестает себя любить, но не родители и весь этот мир, перестает доверять себе и становится жертвой вот этого мошенничества, обмана, насилия и всего того, что авторитетов. Да, так что, друзья мои, доверять можно только опыту своему, только тому знанию, которое пропущено через каждую клеточку вашу, через себя пропущено, вот то, что, Лада, вы, о чем вы прекрасно говорите, да, это знание, которое вы пропустили через себя, вы знаете, это так и есть, у вас уже никто не собьет с этого пути, никто вам не запудрит мозги и не скажет, что это черное, это белое, да, потому что вы дорого заплатили, дорого заплатили за я прошла этот опыт, я не жалею, этот опыт дорогого стоит, конечно, 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 я вот, Максим, вот потрясающе вы сейчас сказали, что действительно люди боятся жить, люди боятся ответственности, перекладывают ответственность за свою жизнь на кого-то, кого они считают значимым, компетентным, это же действительно такая детская позиция, я еще раз просто повторяю, дорогие, кто любит себя, кто себя уважает, вы прежде чем идти в церковь, если вас туда тянет, вы сходите, вот просто возьмите полгода, походите в психотерапию, к хорошему терапевту, поверьте, после терапии вас не потянет к церковному порогу вообще, вам там просто нечего будет делать, потому что вы проработаете свои детские травмы, вы станете ладо, 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 для этого надо иметь деньги и заплатить психологу и психотерапевту, а у нас же люди не хотят платить, почему, потому что они не уверены в себе, да, вот эта жадность, эта скупость от неуверенности в себе, неуверенный в себе человек пойдет куда, в церковь, и там он попадет в эти ловушки, в эти лапы, его подсадят на это, на все, и загипнотизируют, церкви бесплатно, и главное бесплатно все, да, ну надо там за свечку что-то там, ну зато какая цена потом, а вот цена потом, профук, а цена потом, профуканная жизнь просто, вот и все, профукают, и жизнь-то проходит, жизнь-то очень коротка, очень коротка, и для того, что... но она вечно, Максим, жизнь вечно, жизнь вечно, вообще жизнь-то вечно, но жизнь-то вообще вечно, но каждому в отдельности очень коротка, поэтому здесь нужно, конечно, самореализоваться, конечно, но время на преодоление психотравм, все это на исцеление, на трансформацию, конечно. В общем, друзья, вообще жизнь, вот я думаю, что вот эта система вся вообще, вот то, что придумал человек, да, это борьба со временем просто. Это вот самое главное воровство, это воровство времени. Вот мне так кажется. Церковь обворовывает, политики обворовывают, капитализм сейчас обворовал людей настолько, люди не осознают даже. Вот везде товарно-денежные отношения, общество потребления. Уже во всем. Уже во всем. Мне кажется, что вот это страх времени, просто люди не знают, что такое время, как распорядиться этим временем. Время условий... Нету целей, потому что психика, если она не структурирована, если человек психологически не зрел, он и не сможет структурировать свое время, он даже цели не может ставить нормально и адекватно. Понимаете, инфантильный человек, он ищет кому бы вот эту свою огромную жизнь, огромное количество времени отдать тому, кто лучше им распорядиться. Сам человек не может распорядиться этим ресурсом. Вот смотрите, дорогие зрители, мои бесплатные ролики. Я вот про ценности говорю, в частности, да, и про убеждения. Вот ценности какие у человека? Открытость, да, любознательность, щедрость и так далее. То, те ценности, которые помогают самореализоваться. Что предлагает церковь? Что, какие ценности она предлагает смирение, покорность, да? Да, ничего не делай, ничего не желай. Ничего не желай, слушай, что тебе скажут, будь рабом, ребята, куда мы с такими, это, ну, это не средневековье, это хуже. Да капец. Это просто, да, это просто какое-то камлание уже, просто вот у нас первобытное общество, ну, в средневековье еще оно же разное было тоже, там было, такое движуха была, а это вообще. Да, ну, представляете, что вот внушают религиозные концерты? Молись, молись целыми днями, да, вот что делают священники, ведь посмотрите на то, что делают священники. Вот, Лада, прекрасно, что, как проходит жизнь в монастырях? Тоже Лада рассказывал, где там что, изобретаются какие-то современные технологии, какие-то прорывные вещи, нет, там идет вот этот труд, вот это, то, что мы знаем, да, по курсу истории, вот это, кто там они были, сельские, землепашцы, да, скотоводы, вот, вот куда это все, вот что вы и делали, чем вы занимались-то, скотоводством, землепашки, это еще до средневековья, еще до этого, вот, и молились целыми днями, и друг друга психологически насиловали, и себя там, и себя насиловали и себя, самое страшное, самое страшное, и какая-то чумичка, сумасшедшая баба абсолютно, которой место в психушке, она там вами, значит, да, ее надо, ее принудительно колоть, ей надо просто успокоительной, в смирительной рубашке держать в дурдоме, она хозяйка монастыря, она вас там просто гоняла, шпыняла и морально насиловала там, да, с утра до вечера, с утра до вечера, ну, что это, ребята, и ей же нужна была госпитализация, принудительное лечение, нет? Самое важное, в этом то, что люди добровольно туда шли, добровольно там сидели, и я сейчас хочу сказать, что вот для тех, кто пытается мне там сказать, или кому кого-то травит там, кто ушел из церкви, из монастыря, всем вот этим токсичным, православным, и также тем, кто сталкивался с насилием, вот послушайте, что я нашла, про Максим, извините, что перебила, я просто вставлю пять копеек в это, что во время психического насилия, психическая манипуляция, это скрытое психическое насилие, когда идет связка жертвы-манипуляторов, у жертвы иллюзия выбора и иллюзия свободы, иллюзия того, что она сама все делает, и никто ее не заставляет, вот теперь понимаете ответ на вопрос, почему люди в монастырях сидят, это все терпят, потому что идет такое насилие, такое внушение, такая обработка и такая индоктринация, что люди в иллюзиях находятся, что они сами выбрали это, что они сами сделали этот выбор, что они вообще виноваты во всем сами. Прекрасно, Лада, прекрасно, и вот теперь давайте зададимся еще одним вопросом, немаловажным, очень интересным и глубоким, а есть ли у человека выбор на самом деле, а совершаем ли мы выбор, и если совершаем, то добровольный ли это выбор, и вот оказывается нет, это выбор не добровольный, это выбор жертвы, у которой иллюзия выбора, иллюзия свободы, мы живем в мире иллюзии, я сейчас не про буддийское толкование говорю, которое я очень люблю и обожаю, я об этом тоже в каком-то ролике говорил, прекрасно, замечательно, нет, я сейчас не об этой иллюзии говорю, а другой, об иллюзии выбора, что за нас все выбрали, сделав нас жертвами, вот, в результате насилия, в результате травмы этих, с самого детства, да, политический выбор, да где, где вы его видите, что мы выбираем-то, кого мы выбираем себе, опять же, жертвы выбирают себе преследователей, и так во всем, и так во всем, поэтому я очень сомневаюсь, что люди совершают добровольные выборы, а гипноз этот религиозный, а медиа, а негативные ментальные программы, ложные убеждения, которыми тоже манипулируют, тоже там, чувства вины, а неврозы, невротиками тоже ведь управляют, невротическое чувство безопасности, да, посмотрите, ради этого люди готовы вообще такой контроль над собой позволить установить, есть бы чего-нибудь случилось со мной, да, так что когда люди психически больные, какой там может быть выбор добровольный, Максим, вот прям точно я в точку попал, в точку, прям в болевую точку, вот, когда вы травмированы, когда вы не в реальности, когда вы не зрелы и инфантильны, психологически, я сейчас за себя говорю, пока я вот такая была, я, у меня была иллюзия, что я выбираю, у меня была иллюзия, что я свободна, что я добровольно все делаю, на самом деле я бежала от каких-то одних к другим, от каких-то одних состояний, которые я не могла перенести к другим состояниям, бежишь от тревоги, бежишь от страха, что тебя отвергнут, бежишь от каких-то своих, там, от какого-то стыда токсичного, от какой-то навешанной, совершенно не навешанной на тебя вины, бежишь и натыкаешься на какие-то тоже, на какой-то другой трэш, ты носишься вот как слепой котенок во всем этом, пока не повзрослеешь. Вот, и на самом деле, к чему мы приходим? К тому, что выбор, там, где есть выбор, там нет свободы. Выбор, это как раз признак отсутствия свободы, потому что счастливый человек, ему ничего не надо выбирать, он счастлив. Он сам живет естественно и идет и реализуется из себя. Абсолютно. Счастливый человек живет совершенно по другим законам. Ему законы не нужны, потому что счастливому человеку хочется отдавать, дарить, радоваться, веселиться, наслаждаться, быть в состоянии экстаза, эйфории. Он умеет наслаждаться жизнью. Какой выбор? Зачем ему политики? Зачем ему религия, Бог, церковь и так далее? Ничего этого не надо. Вот о чем речь. А у нас вся эта система, посмотрите, вот это, та же капиталистическая система, в рамках которой церковь и процветает. Ведь без денег, ведь капитализм подавил даже инстинкты, то есть не инстинкты точнее, а возможность их удовлетворения. Он капитализм в это вмешался, потому что вы не можете добыть еду, не заплатив за это. Правильно? Чтобы заплатить, вам нужно заработать деньги. В отношениях тоже всегда присутствует этот момент финансовый, сколько ты заработаешь, а что у тебя есть, а где мы будем жить, да, квартира нужна, это за квартиру надо заплатить, коммуналка и все прочее. Понимаете, какой здесь выбор, люди по рукам и ногам опутаны, опутаны вот этой системой власти и подчинения, этого рабства, и религия здесь играет огромную роль по запудриванию мозгов просто. Она что? Ее задача адаптировать человека к жизни. Адаптировать, примите это все, утешьтесь, вам воздастся рабам потом, если вот вы работаете от зарплаты до зарплаты, да? Вы бедные люди. Бедность это бедность, и люди остаются бедными всю жизнь, они же не богатеют. Церковь говорит, воздастся, терпи, как любят Лада. Смиряйся, вот так, смиряйся, терпи, тебе воздастся, Бог тебя любит, да, там еще ползай, молись, и человек, вот что такое происходит, просто полное затуманивание мозгов, полное, вот что делают священники, поэтому они сами тупо умные, нет остроумия, нет ума никакого, потому что они сами себя довели до этого состояния, я пообщавшись там с, ну, кто это, иерарх, да, один из, митрополит, кто он там, я уже не знаю, микрополит, я это, я это почувствовал, да, страшная, страшная пустота, зомби, 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 пустота, и вот это, да, и это вот подлость, подлость вообще, которая, я не знаю, это очень искушенная подлость, друзья мои, Лада, дорогая, прекрасный разговор, очень хорошо, что мы говорим на эти темы, и вряд ли это что-то со звуком, да, но я себя слышу, и вас слышу тоже, алло, алло, как вы тут уже, слышите, ну, прекрасно, Лада, ну, что вы хотите сказать напоследок нашим зрителям, может быть, что-то им, что-то как-то их вдохновить, мотивировать, и сказать, что вы с ними, да, я с вами, вы со мной, я чувствую вашу поддержку, поддержку, кстати, там некоторые люди писали в комментариях, можно ли к вам на консультацию, пишите Максиму, я разрешаю дать ему номер телефона, кому нужна консультация, естественно, то, чем я могу помочь вам, я помогу, мы посмотрим, достаточно ли моих рамок на то, чтобы вам помочь, прекрасно, пишите, обращайтесь, вы не одинокие, друзья мои, и консультация моя как таролога и как психолога, потому что у меня больше такая консультация больше с психологическим уклоном, не с предсказательным, а именно с психологическим таким, вот в таком русле я работаю, поэтому, если кому-то нужно будет, обращайтесь к Максиму, он даст мои контакты. Ну, что я могу сказать? Я благодарю Максима за потрясающие сейчас слова, которые я, я бы не нашла таких слов в прямую сказать о том, что действительно зомби ходят по планете среди нас, главное, чтобы нам не стать самим этим зомби, быть живыми и все-таки я скажу так, религия не исцеляет душу, психику и судьбу человека. Душу, психику и судьбу человека можете исцелить только вы, взяв за себя и за свою жизнь ответственность, пройдя психотерапию, именно психотерапию, довольно длительную. вот. Религия делает вас похожими просто и это иллюзия, конечно, помощь. это иллюзия, да, это иллюзия, она дает иллюзию ответов на все-все вопросы, но это иллюзия, большая иллюзия и заблуждение, любите себя, берегите себя, исцеляйтесь, вот, если нет возможности и денег пока завести себе психотерапевта, просто смотрите бесплатный контент на заведите кошечку тогда себе, смотрите бесплатные ролики, ну, я пошутил, смотрите ролики бесплатные, у нас там, по-моему, уже на нашем канале более полутора тысяч роликов по психологии и психотерапии, смотрите, да, и бесплатный контент, который, в принципе, вам поможет это наша волонтерская работа бесплатная и так далее, спасибо, Лада, спасибо, до новых встреч, новые темы обозначены, готовимся и при первой возможности записываем ролики, а вы, дорогие зрители, задавайте вопросы, пишите в комментариях ваши вопросы и оставайтесь с нами, спасибо за ваш интерес, делитесь этими ссылками, да, участвуйте в наших видео, присутствуйте и будьте счастливы, самое главное, будьте счастливы, выход есть. счастливы, 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 Продолжение следует...